Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Заметили, что в последнее время клиенты выбирают натуральные ногти, безопасные покрытия, дип-системы, а также пленки? Что это за покрытие? Давайте разбираться в ролике. Поехали! Посмотрим на ручки сегодняшней модели. Тут натуральная ногтевая пластина, небольшая кутикула, поэтому выполним маникюр пилками и поставим покрытие пленки. Изначально подравниваем длину. Для этого использую не ту пилочку, которую буду выполнять, пилочный маникюр, а стандартную для опила натуральных ногтей 240 грит. И перед тем, как выполнять шлифовку кутикулы пилками, необходимо хорошенько раскрыть под кутикульный карман при помощи апельсиновые палочки, отделить все склейки, чтобы обработка прошла эффективно. Внимательно посмотрите, чтобы палочка не стопорилась и чтобы кармашек был полностью чистым. В таком случае вам будет проще выполнить обработку. Ну, в принципе, как и в любой технике маникюра, тут отличий по технике пилочного нету. Для пилочного маникюра нам потребуется специальный абразив. У меня это пилочка мягкая на 240 грит и бафик, также очень мягкий. Можно использовать металлическую либо пластиковую основы. И наклеиваем пилку абразив с отступом где-то в 5 миллиметров для того, чтобы край был мягкий и эффективно убирал кутикулу. Баф можно наклеивать сразу. Так и затем, после выполнения среза кутикулы для шлифовки, я наклеила сразу. И первым этапом я шлифую ногтевую пластину бафом в зоне кутикулы для того, чтобы убрать птерегий, для того, чтобы кутикула еще слегка раскрылась. Тогда будет, опять же, проще выполнить обработку. Такая техника маникюра считается менее травматичной, но я вам хочу сразу сказать, что если мастер неправильно ею владеет, перетирает кожу, то ранения также могут быть, как и в любой другой технике. Поэтому тут стоит работать совместно с клиентом и смотреть на его ощущения. Сначала обрабатываем боковые валики. Для этого совершаю движение вверх-вниз и заканчиваю по направлению к себе, чтобы запечатать ее по направлению рисунка кожи. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. И после этого только мы переходим к приподнятию кутикулы. Тут важно располагать пилочку перпендикулярно, не заваливать ее на клиента, не заваливать на ногтевую пластину, а четко под 90 градусов. Работаем центральной частью пилки и совершаем диагональные движения наверх, выворачивая юбочку кутикулы. Да, так же, как мы делаем и перед аппаратным маникюром. Не совершаю слишком длинные движения, чтобы не перетереть кожу и не поранить. Кутикула у моей модели не сухая, я бы сказала, даже более жирная, поэтому кожа не так хорошо спиливается. Для подсушивания, кстати говоря, можно нести, к примеру, талик, либо дегидратор. Он слегка уберет влагу и спиливать будет проще. Такой маникюр занимает по времени приблизительно столько же, как и другая техника комби или аппаратный. Все будет зависеть от сложности рук и кутикулы. Если кутикула более широкая, либо много трещин, заусенцев, тогда в таком случае обработка будет происходить дольше. Но, как и в любой технике, тут требуется сноровка и практика. Да, сначала, возможно, будет получаться не так быстро и не на всех ручках идеально, но затем, уже когда приноровитесь, все точно быстро станет получаться. После этого меняю захват пилки, держу ее, как будто бы шариковую ручку, и счищаю птеригией внутри кутикулы, прохожусь по синусным поворотам. Это также позволяет доработать мой маникюр и сделать его более чистым. После этого переходим на баф и сглаживаем все мелкие заусенцы. Баф помогает нам загладить максимально кожу, заусенцы вновь не будут появляться. Такой эффект, как после силиконово-корбидного шлифовщика в технике аппаратного маникюра. Пока мы продолжаем выполнять маникюр на втором пальчике, давайте с вами поговорим о преимуществах такой техники. Опять же, делаю сравнение с техникой аппаратного маникюра, потому что кутикула не срезается режущим инструментом, а постепенно спиливается. А значит, обработка не настолько жесткая, скажем так, и кутикула не будет так сильно огрубевать, нарастать, например, если мы срезали что-то лишнего. Но опять же, повторюсь, что важна правильная техника. Даже пилкой, поверьте, можно перепилить так, что мало не покажется. А также важно подбирать правильный абразив. Если использовать слишком жесткий для тонкой кутикулы, или наоборот, слишком мягкий для плотной кутикулы, то понятно, что в таком случае будут либо ранения, либо перетертости и так далее. Но я знаю, что сейчас многие клиенты переходят именно на пилочный маникюр, и многие мастера на него специализируются. Кстати, в нашей школе, в Москве, также есть курс по пилочному маникюру. Можно прийти, знакомиться с данной техникой и понять все нюансы ее выполнения. Ссылку на сайт школы я оставлю в описании. Ну а мы с вами шлифуем поверхность, убираем все заусенки. Возможно, сейчас это кажется не столь чисто, но когда мы с вами убираем пыль, у нас получается очень классный эффект. Вот посмотрите, вот кто бы сказал, что это пилочный маникюр. Вот настолько у нас заполированы, зашлифованы валики. Кстати говоря, я тут не использовала режущий инструмент, его даже не было во время съемки ролика на моей рабочей поверхности. Как вам результат пилочного, поделитесь в комментариях. Ну а мы приступаем к покрытию. Поскольку не хватает длины для красивой формы, мы хотели выполнить сквоовал, на парочке ногтей придется выполнить донаращивание. Сначала промазываю тонким слоем базы, просушиваем в лампе. И затем буду достраивать уголки при помощи геля-желе. Он имеет натуральный цвет, поэтому его не будет видно, если посмотреть на ноготочек изнутри. Вытягиваю необходимый уголок по воздуху. Сначала подхватываю фонариком и затем просушиваем в лампе. Немного подпилим данный материал, делая четкую форму. Также делитесь в комментариях, пробовали ли вы уже технику пилочного маникюра, все ли получается или есть какие-то вопросы. Если, да, задавайте их. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы найдете много полезной информации для мастера. Но мы приступаем к пленочному покрытию. Почему сейчас это набирает такую большую популярность? Сразу скажу, что техника постановки пленок, она абсолютно не новая. И бум пришелся на 2015 год, тогда я приобрела множество этих пленок. У меня даже сохранился такой альбом еще с тех времен. Но потом как-то все быстро забыли об этой технологии, потому что постановка была не совсем простой. Требовался нагревательный прибор для того, чтобы размягчить слегка эти пленочки. Потому что изначальные пленки для маникюра бренда Minx, они были металлизированы, с металлизированной такой подложкой и достаточно жесткими. И затем только уже появились пленки более мягкие. В настоящее время большой выбор пленок для ногтей. Как для маникюра, так и для педикюра. Они более широкие. Но важно не путать с гелевыми полосками, либо с лаковыми полосками для ногтей. Они все-таки немного другие. Они более жесткие, более плотные, более резиновые. Кстати, у меня на канале есть отдельное видео по этим лаковым полоскам. Оно набрало много просмотров. Поэтому, если интересно, перейдите и посмотрите его. С чего начать работу с пленками? Это снятие защитной пленки, которая находится вокруг пленочек для ногтей. Она будет только мешать пониманию размера, ширины пленки. Поэтому ее убираем. И теперь важный момент. Мы не просто подносим картинку с пленками к ногтю и измеряем ширину. Потому что ноготь у нас не плоский, а имеет арку. Это нужно учитывать. Поэтому для подбора размера мы будем использовать вот такие гибкие линейки, которые, как правило, производители дают в комплекте с пленками. Ставим на одну точку в роста. И сгибаем такую линейку. И смотрим ширину. Исходя из этого, подбираем нужный размер пленочки. Я бы даже посоветовала взять слегка побольше пленку, не меньше, потому что будут слишком голые боковые стенки. Аккуратно апельсинной палочкой подцепляем пленку за кончик. И слегка вот так скругляем ее, чтобы появилась арочка, чтобы пленка хорошо встала под кутикулу. Сразу хочу сказать, что техники постановки пленок могут быть разными. Первое это на натуральные ногти. Второе это на базовое покрытие. Поскольку мы говорим о безопасности ногтей, то будем ставить прямо на натуральные ногти. Подставляем близко к кутикуле. Прижимаю пленочку хорошенько по свободному краю. И затем по боковым сторонам. Если пленка оказалась широкой, либо большой, либо не повторяет изгиб, мы это все можем подрезать при помощи тонких ножниц. И затем заправляю пленочку. Можно это делать при помощи апельсиновой палочки. У меня вот такое силиконовое копытце, которое я приобрела в фикс прайсе. Я знала, что оно когда-нибудь мне пригодится. Самое главное при постановке пленок, это хорошо прижать свободный край, чтобы пленка не отходила. Прямо загибаю пленочку под натуральный ноготь. И чтобы убрать остатки пленки, буду использовать мягкий абразив. Делаю движение сверху вниз. Для того, чтобы как бы запечатывать свободный край. Не просто из стороны в сторону пилим. Свободный край раскроется. И есть вероятность того, что пленка отклеится. Но если вдруг не понравилась постановка, как-то не так лег дизайн, всегда можно аккуратненько отклеить и установить заново. Либо переустановить на другой ноготочек. Но важно это делать не бесконечно много раз, потому что все-таки пленочка теряет свои клейкие свойства. Наверняка есть вопрос, что делать, если, например, ногтевая пластина более широкая, нежели чем пленочка. То в таком случае мы можем, первое, использовать более широкие пленки. И второй вариант, использовать несколько пленок, накладывая одну на другую. Получится такой абстрактный дизайн, но тем не менее можно и так сработать. У нас получился вот такой дизайн. Все пальчики абсолютно разные. И теперь будем закреплять пленку. У нас есть несколько путей для закрепления пленок. Первое, мы можем оставить их так. Если вы, например, выполняете их сами себе в домашних условиях. Мы можем их просто покрыть топом. Но лучший эффект будет, если мы сначала покроем базой. Она даст некую плотность, защиту этой пленки, плюс запечатывание свободного края по бокам. И в таком случае пленка не будет отходить. И затем мы уже покрываем топом для создания блеска. Получился вот такой яркий стильный дизайн. Как вам? Давайте подытожим. Я считаю, что сейчас современный мастер должен владеть различными видами покрытий. И не только, чтобы удовлетворить любой запрос клиента. Поэтому подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я желаю всем успехов. Счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok